Алло. Вас не видно. Вот так видно. Здравствуйте. Добрый день. Как вы? Слава Иисусу Христу. Помните, я последний раз, когда мы разговаривали, я вам сказал, что мне нужно молиться Богу, чтобы Бог мне дал, как сказать, свой путь. И несколько дней назад появились люди, которые хотели мне помогать. И они мне, как сказать, дали какие-то задачи, как сказать. Теперь я думаю, связывается ли это с моими молитвами? Ну, смотря о чем вы молились, действительно ли это так, надо молиться, чтобы Господь открыл это, я как могу знать? Я не знаю ни молитвы, ни людей. Это может быть связано, а может быть, даже без молитвы Господь посылает, по немощи нашей помощь оказывает. Надо благоразумно смотреть. Я это не могу ничего ответить. Если у вас есть там священник, к нему сходите и все расскажите. Он должен помочь вам рассказать. Ну, знаете, как сказать, милее предложение сделать в своем бизнесе или что-то. Но у меня есть страх, и страх во мне, что могу ли я сделать это? Не знаю. Страх – это правильно. Не взялся за гуш, не говори, что не идешь. То есть, прежде чем взяться, надо обдумать, потянешь или не потянешь. А другие помогут, скажем, рассчитываясь, а там счетчик включат. И ты рабом будешь, будешь делать, что они скажут. Любое насилие над тобой сделает. Деньги брать нежелательно ни от кого, если это люди незнакомые. Не рад ни чему будешь. У русских называют счетчик включить. И она сегодня, ты взял у них, допустим, 50 тысяч, а они потребуют уже через неделю 55, потом 60, а у тебя еще нету. Так что этого надо бояться. И думать. Ну, вас рабом сделают, и все. И будут пахать на тебе. Надо быть очень осторожным. Деньги хороши, когда ты их заработал сам. Мне вот помогали, так помогали тогда, когда я не для себя. Допустим, я начальник детского лагеря. И мне надо было, ветром сорвало крышу, но люди знали, куда помогают. Издавал когда книги. Книги эти у меня подарены были. Мне не попало ни в рот, ни на одежду. Я не потратил нигде. Люди это знали. А так, дали тебе. Они, может, не знают тебя хорошо, а может искушение быть. Я знаю таких людей. Они убегали потом и ищут их. А когда у вас появилась какая-то идея или мысль, у вас был страх, что вы можете его реализовать? Ну, смотря какой страх. Какое-то вот дело, если я делаю, то у меня страха в этом нет. Я советуюсь и молюсь. Допустим, я брался за такое-то дело. Дело не маленькое, а большое дело. Вот мы решили поехать. Поехать-то не к соседу в гости. Где мы? В Барнауле, а в Владивосток где? А Португалию где? Армению прошли. И дальше Турцию. Конечно, молились мы. Но страха не было, потому что за нас многие молились. Бог послал нам средства. Незнакомые люди помогли на благовестие. С собакой обошлось. С собакой чемпиона России была. Щипы, паспорта выправили. Все как-то одно к одному шло. Ну и вот такую даль мы проехали. Мы за четыре года прошли все. Почти 600 городов. С больших населенных пунктов. Это как было готовить, что с собой взять, где ставка, как ночевать, как скрыться, какие неурядицы на границах. Мы ничего не знали. А теперь у нас опыт есть. Ну, четыре года работали. Мы можем подсказать. Но мы в этом не имели ни копейки прибыли, никакой. И мы нигде не заразились. Сырую воду пили везде, по всем государствам. У нас с собой проспор, святая вода была. И мы все время молились. Остановимся, палатку расстелим и около дороги молимся. Мусульмане, где дорога бывает там, они рядом молятся. Нас никто не тронет. Мусульмане любят, когда люди молятся. Видите как. Мы даже проезжали по Армении, где остановились. А там коров гнали. Мы с ними побеседовали. Ну, к нам все хорошо относились. Вот так, чтобы враждебно были. Кто такие там, почти нигде и не было. Может, где-то было, даже не запомнилось. Люди старались нам помогать. Конечно, внутри страх был. И все запечатали. Не пройдешь. Мы были в Азербайджане. Не проедешь никак. 12 часов простояли на таможне. Ни в туалет не сходить. Ни собаку вывезти не разрешают. Это очень неприятное было чувство. Ну, а страх человеческое, говорят. Страх это лишение помощи от рассудка. А мы молились все время. Мы из города выезжаем, где-то в дороге едем. Мы сразу молитвы считаем. Молитва. А молитва все погашала. Молитва. Главное это молитва. Связь с Богом. А когда в Библии написано, что нельзя служить и Богу, и мамуне. Когда человек делает бизнес и что-нибудь там связано с бизнесом, это можно сказать, что он служит мамуне? Можно сказать, а можно не сказать. Вот у Ева сколько был овец? Тогда не деньги были, он был самый богатый. А бизнес какой он был? Он кормил бедных. Из шерсти одежду делал им. Его все любили. Также мы знаем, богатый был Давид. А он нищих любил. Вот, если у тебя есть деньги, ты не один пользуйся. Тебе Бог дал, делись с Богом. Найди нуждающихся. Вдова какая-то с ребятишками там одна бьется. Да мало ли где. Не забывай священников божиих. Десятина им принадлежит. Мамона, когда человек ему служит, именно для этого только. А без денег-то как. Я тоже работал на работе, на государственной. А о мамоне речи не было. Деньги получил, но на два дня уже и нет. На себя, если ты тратишь, вот надо больше. Одна машина есть, куплю лучше. Дом есть, куплю дачу. Ну, то есть, все это, конца края этого нет. Ян Затаус говорит, ты удвоил в два раза больше. После этого надо еще раз удвоить. Потом еще раз. То есть, это уже служение в мамоне. В мамоне, да. И ты, говорит, уже тогда не прекратишь, пока смерть не положит предел этому бесполезному занятию. Только смерть. Это уже мамоня, он деньгам служит. У него лицо желтое делается, как золото. А ты для Бога живи. Вот у нас в семье было 10 ребятишек. 5 сыновей, 5 дочерей. А отец у нас без руки с фронта. Ничего не было. Ну, всегда какие-то добрые отношения. Ну, все как надо было. Потому что в бедности Бог был. Мы за стол, за стола, ложиться спать, всегда молились. А было же время советское. Гоняли нас за то, что мы верили. А мы сохранились. Денег не знали совсем. Надо денег. Я ходил, сусликов ловил, там, крыс. Шкурки сдавал, чтобы велосипед купить. Школа-то была за 15 километров. Но это же не Мамона. Пешком ходить на велосипеде-то быстрее. Так что тут нельзя ответить. Надо смотреть. Чужих людей, незнакомых, не бери. Иначе пропадешь. Нет. Вот ко мне пришел один на работу и говорит. Вот я узнал, вот вы начальник детского лагеря. Тут храм мы думали строить, где... Я хочу вам помочь. Пришел с деньгами. Деньги принес. Он меня знал. Я говорю, а откуда у тебя деньги? Он говорит, да у меня магазин. Не один магазин в городе, говорит. Ну вот я решил вам помочь. Я вас хорошо знаю, что вы не пропьете, никуда не денете. Я говорю, а что ты продаешь? Ну он говорит, у него там среди прочего книги. Я говорю, а есть там такие нехорошие книги-то? Книги. Ну там, как называют, порнография, всякая зараза. Он говорит, есть. Я говорю, тогда взять не могу. Я у него не взял деньги. Я его обидел, но нельзя этим пользоваться. Ты людей отравлял. А на этой отраве теперь я буду... Мы всегда узнаем. Она тут, семья, торговали водкой. Но пришлось восстать. Вы отравляете людей, у вас сын будет пьяница у самих. Не надо быть так, чтобы вот увидели, рот разденул, схватил. И сблюешь десять раз потом. Ворованно. Видишь вора, сходишься с ним, с прельбодением, сообщаешься. Я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты. 49-й псалом. Господь говорит, я забрещу тебя за это. И этого надо бояться. Ты ему что-то сказать хотел бы. Он неправильно поступает. А он тебе рот запечатал этими подарками или чем-то. А ты должен быть свободный. Кто бы он ни был человек. Если он ошибается, ты имеешь право сказать. А если он тебе давал деньги-то, он надеется, что ты ему не скажешь. У меня было... Однажды я в Синоде сидел. Ну и вижу, что человек как-то не так ведет себя. Я говорю, а вы не правы. А епископ рядом сидит и говорит, да это наш главный, который помогает. Помогает. Спонсор где-то. Я говорю, а вы что, разве надеетесь на это, что вам будут простить за ваши деньги? Он, конечно. Тогда епископ говорит, нет. Говорит, мы так не учили. Не за деньги Бог прощает. А он прощает по любви, что умер за нас Христос. А человек уже смирился, он деньги дает, и поэтому он думает, ему Бог обязан прощать измену жены или еще что-то. Надо быть независимым. Никогда. А когда что-то кто-то дает, я ему обязан. И обличить его я могу нажить врага. Я тебе помогал, а ты на меня. А когда он ничего мне не давал, я смело разговариваю с ним. И он меня не может попрекнуть. Опыт надо иметь. Понятно. Вы меня все понимаете по-русски? Да. Все понимаю. Просто все ваше сказанное, я, так сказать, все понимаю. Ну, видите, надо иметь советника рядом, священника. Пойти в храм, выбрать время, когда он свободен, и побеседовать. Ему сказать. Не каждый раз к нему лезть, но один-то раз-то можно подойти. А может быть, он вас приблизит к себе и может сказать, приходи, когда у тебя большая нужда. Молодой человек, работать надо не на одной работе. Я вот всегда работал на двух, на трех работах. В свободное время занимаешься, кому-то надо дачу сделать. Я строитель. Строитель – это не воровство никакое. Я своими руками работаю. Я 40 пищи делал, печеньком был. Это заработок хороший. И люди уважают, друзья, тебе. Ну, ты себе найди какую-то другую работу, может быть, сварщиком быть там или еще кем. Сейчас квартиры ремонтируют, еврогремонты называется. Ну, и хорошо ребята зарабатывают. У меня есть огромное количество мыслей. И я читал огромное количество книги с раннего возраста. Но мне нужно все свои знания, так сказать, организовать. И я могу из этого знания делать, так сказать, помогать людям. Да. Ну, знания надо притворить в дело. Сейчас. Вот один пишет нам и говорит, я вот к вам в деревню хотел. У меня, говорит, два образования высших. Но я ничего не умею делать. У него экономически, исторически. А зачем там? А приехал какой-то слесарь где-то, там машины ремонтирует. Ну, он в любом деле везде нужен. Какое дело не возьмет, все может делать. У нас был один глухонемой приехал. Любую работу возьмет и сделает. И дом построил, и все. Он глухонемое образование, совсем, считай, никакого нету. А он везде годен. Годен. Так что мысль это надо направить в дело. Что ты умеешь делать? Там шить. Может быть, сельским хозяйством. Это самое хорошее дело. Занимается. Начинает с маленького. Потом несколько коров. Продает сливки там. Вот у нас в деревне-то именно там живут люди. Это откуда шумы такие? У вас что-то там? Нет, в городе. Понял. Я вас буду думать. Да, вот так. Обязательно буду думать. Спасибо вам. Слава Христу. Слава Христу. Мы говорим об хорошем. Вы не против, чтобы выставляем в интернет? Нет, нет. Потому что люди на этом учатся. А с одним поговорил, а 5-10 человек. А уже прошло несколько дней, уже больше 100 человек посмотрели. На наши ролики претензий ни у кого нет. Мы не воруем. Это наш опыт. Поэтому вот какой бы богатый не был человек, ну там, допустим, царский сын даже, а то вот в грузин это было, его учат какому-то ремеслу. Я рассказ читал. Его научили ковры ткать. Ковры. Это у них такое есть. Ну и случилось там какое-то сражение, его попался в плен. Ну и он там что, сидит? И он сказал, который за ним ухаживает, я, говорит, ковры умею делать. И он начал делать. А у грузин-то буквы-то такие, как это, червяки-то. У вас тоже такие эти. Буквы-то не такие-то. И он на ковре написал, я там-то нахожусь, и они требуют большой выкуп, вы можете то-другое. Ну и какой-то пришел покупатель-то. А этот, который за ним ухаживает, он его сказал, говорит, будет кто-то, скажите, что у меня ковер есть. Он пришел, оказался там какой-то армянин или кто-то пришел. Он с ним переговорил и говорит, у меня купи ковер. Ну он купил его ковер-то. И говорит, у вас его никто не купит дорого, а вы к царисе пойдите к грузинской. Она вам даст большие деньги за этот ковер. Ничего больше не сказал. И он так и сделал, пошел. И она, когда увела ковер, она поняла, он говорит, ты проси вот столько-то, там в 10 раз больше. Она говорит, заплатит тебе. Ну ему долго было ехать туда. Но она-то прочитала, что я нахожусь там-то. И она, благодаря вот этому искусству, она выкупила его из плена, из этой ямы вытащила. Человек обязательно должен знать какое-то ремесло. Апостол Павел, он шил палатки там, или ткал там, неизвестно. Ну и делал палатки. Ребенок, самый маленький у юреев, вот он научается чему-то делать. Они не оставляют, они учат и учат народ. То есть рука земля, как так сказать. Ну, по возможности надо смотреть. На что ты... Вот тут Володя у меня стоит рядом, вот тут, покажи где-то. Видишь? Миром. Вот. У него талант, он просил. Один просит талант, мудрость. А он говорит, просил, уметь правильно дрова колоть, щурки. Щурку топором расколоть. Ну какой талант? Смешно даже. А его везде берут, у него заработок от этого. Он колет, только топор летает, а так колун только летит. Он делает больше, чем другие мужики, которые больше его ростом. На все надо иметь талант. Талант. А иначе ты перепортишь товар, и ничего у тебя не будет. А я пробую спать меньше, но это не вредно для здоровья, так скажут ученые или что. Какое? Колоть дрова? Нет, нет, спать меньше. Спать меньше. Это наоборот, молодой человек. После, когда тебе будет 60 лет, вот за 60 лет там нужно тебе хотя бы полчаса сидя там подремать. А если до 60 лет ты днем ложишься спать или что-то, ты отнимаешь у себя годы жизни. Вот возьмите Эдисон, мы считаем, как изобретатель открывал электричество. Леонардо да Винчи. Они спали 2,5-3 часа. То есть это не вредно для здоровья? Это полезно, это полезно. У тебя все время внутри как огонь горит. Нужно жить на накале, не дохлым быть. Ну, как говорится, нехорошее слово такое есть, азарт. Азарт нажить надо. Я употребил один раз стихотворение, так на меня даже напали. У меня был азарт. В школе иностранного языка не было. Кто-то сказал, ну я сказал, когда в техникум учился, я говорю, а почему у нас никто не разговаривает? Ну, ты разговаривай, а у меня языка не было. Я пошел, достал учебник 5-го класса немецкий язык и начал говорить. И через полгода я уже с немцами разговаривал самостоятельно. Ну, я вошел, сам занялся английским, маленько занялся французским, испанским. У меня, ну, кажется, в азарт вошел. С людьми с этими встречаться, беседовать, это же неплохо. А пока не занимался, ничего нет. Я так как много считал, в армии был, то внутри все время как огонь какой-то горит. Вот такая бодрость. Я меньше сплю. Все время в голове мысли я мысленно перевожу, что по радио говорят, я стараюсь за ними переводить. Это знаете, как это все идет? Но это все сказывается, когда к Богу обратился, вот Евангелие-то, у меня точно навык-то есть. Я сразу занимаюсь, и время есть. Я опыт имею в этом. Что надо все время загружать себя, загружать просто под завязку. И себе пощады не надо давать. Мало ешь, мало пей, здоров будешь. Вот такое есть еще изречение. Нам Господь показал, как Он постился. Сорок дней не пил, не ел. Так это вы святые были, или я пророк, Моисей. Такие же люди, или я подобный нам был. Надо просто не жалеть себя. Вот эту плоть-то, вот это плоть называется, тело, плоть. А то расслабишься, ты должен как из одних мускулов быть. Никакого, чтобы живота лишнего не было. Все перегорало в тебе. А сейчас лишний жир, и человек страдает, додышка его берет, и болеет. А когда ты сухой, все время работаешь, тебе некогда об этом думать. В больницу никогда не ходи. Ну там упал, сломал руку, ногу, то другое дело. А то лезут старики, там привыкли, мало молодости-то. Ну и старые-старые. Я на днях в больнице был, смотреть просто. Месяцами лежат. Под 80 лет. Ну, кого лечить, когда жизнь кончилась? Ну, машина, которая уже истрепалась, уже 10 сроков прошло. Ну, еще там ремонтировать не надо, легче новую купить. Надо лечить молодых ребят, которые там упал где-то или еще что-то случилось. А старикам это все лишнее. Я уже говорю так, как будто сам уже там нахожусь. Работу всегда можно найти. Вот говорят, работы нигде нет, но мне трудно в это поверить, потому что я работал когда-то. Сейчас другая, другая остановка. Там руки есть. Тогда везде можно было устроиться. А сейчас как-то не найдешь, заходи и не найдешь. Но думаешь, что Бог все равно даст тебе какую-то работу. То есть своим кому-то надо что-то сделать. Кусок хлеба заработать можно. Я вот начальник детского лагеря и мне помогают иногда, там муки дадут, я нахожу таких людей-то. Но я их сами пекут хлеб. Мы несколько мешков остается на зиму и нам хлеб пекут. Знакомая сестра, одна наша сестра, верующая. И мы, считая кололагеря, сами кормимся. И крупа у нас есть, и растительное масло. Не покупаем. Почему? А написано трудящийся, достоин пропитания. Я 44 года уже начальник лагеря. Чужие дети, ими занимаешься. Это ответственно. Ребенок упал или утонул. Это же уголовная ответственность. Это не просто так. Я вот сказал и другой, а я тоже детей наберу. Не наберешь, тебе никто и не пойдет. Тебя должны знать. Такое сокровище в руки отдавать незнакомому человеку, это надо быть авторитетным, чтобы о тебе знали. Вот когда люди приходят, детей приводят, а они мало знают. Я показываю разные документы, где-то я с мэром города там вместе, чтобы поверили, увидели, что они в надежной руке отдают, а потом приедут, они увидят, и на следующий год просятся уже сами. Они знают, что тут ребенку обедки не будут скармливать, что его ребенка не обидят, он научится многому хорошему, он не будет материться, ничего у него этого не будет. В любом деле, можно найти где-то. Через неделю назад это уже другой, другой мой друг мне сказал, что он начнет основать какую-то компанию, и мне тоже предложили работу там. Я уже четыре дня ехаю, просто сейчас у них там ремонт, именно поэтому сегодня я не там. ну, там есть коллективы с десятьми людей. Ну, я постараюсь там максимально сделать все, что там пригодится из мне. Не будь обманутым. Смотри внимательно. Хорошо, когда есть договор с печатью на бланке, тебя приняли на работу, гарантия, что ты получаешь там отпуск, и чтобы у тебя шел трудовой стаж. Желательно, чтобы так было. Не просто так. Месяц прошел, у меня денег нет, и ты остался ни с чем. Даже поесть нечего будет. Я знаю таких. Вот приехали, а он на своей машине дальнобойщик возит там на север Магадан. Приехал, он ему не платит. Что теперь делать? Я говорю, документы у тебя где? Он говорит, а ничего нет, я ему верил. Но верил, и спрашивать нечего. А документ был, ты бы в суд подал, и на твоей стороне правда. Он ничего не заплатил. Конечно, неприятно. человек страдал, машина застревала, зимой чуть не сгорел. И ничего не заплатили еще. У людей безбожников тогда бывает. Если вот этот, который ваш товарищ, он верующий, тут тогда попроще. Вы ему можете уже и поверить, знаете, а еще если он ходит в церковь, вместе молитесь, тогда легче. А неверующий, что-то? Можно ли делать дело с неверующим человеком? Я никогда этого не делал. На квартиру я неверующего никогда не пущу. У меня все время живут кто-то на квартире. За всю жизнь я ни одной копейки ни с кого не взял. Мы родные братья, они живут, снег выкидывают. Я с детских лет, с 10 лет сам по квартирам ходил, я знаю как. А ты как я с него буду брать? А неверующий, он может кого попало привезти, он может что угодно сделать. Неверующим веры никакой нету. Он Бога не боится. А вот будет если верующий мусульманин или кто-то там католик, я свободно могу разговаривать, если он страх Божий имеет. Конечно, желательно, чтобы православный был. Тут наиспо ходим вместе. Поэтому у нас в лагере неверующие люди не живут. Приезжают только свои верующие. Мы проверяем их. Поэтому дети очень опасны. Понятно. То есть я тоже хотел когда-то бить с вами. Ну, в месяц. И ехать к вам. У нас одному ничего не сделать. Один не, никак. Это с нуля. Вот выйди где-то в степь. Ну и скажи, я должен жить здесь. Что ты будешь жить? У тебя должны быть средства, силы, помочь. И кто тебе не может. Вот у нас в прошлом приехал один, таких шесть братьев, шесть. И все взрослые. Племянники все взрослые уже. И они приезжают, и он сделал только первый этаж еще. Фундамент для коровника там построил все. Одному ничего не сделать. Вот у нас были одиноки, все уехали. Он ничего не может. Надо готовить. Но это невозможно. Бревно не поднимет один. Они здесь подцепили, в шестерон бревно положили. Они работают. Поэтому одному никак нельзя. Никак. Ну просто не... А кто за тебя будет работать? У каждого свое хозяйство. То стенокос идет, то там дрова заготавливают. Все время идет работа. Уборка начинается. Посадить надо, прополоть надо, выкопать надо. В деревне одна работа на другую наползает. Поэтому если молодые, да есть родня и дети, тогда можем разговаривать. Только тогда. А так ничего нельзя сделать. А помощи нет никакой. А просто приехать глазами посмотреть, у нас это не принято. Нам надо проводить человека на поезд. А бывает непогода, это среди ночи. Это вообще нам зачем это суета маята. Он если ночью провожал кого, днем считай до обеда склевать носом будет. А провожать это туда да там пока отправил пока вернулся уже половина ночи прошло. Никак. Понятно. Я вас понял. Ну это нереально. Где-то вы найдете там где-то есть. Может быть дома там дают или кто-то. Но я не знаю. Если государство для беженцев что-то там палатки строит. Но это дом. Это надо постройки сделать. Скотина, ухаживать, доить. А ты один. Ничего не сделать. Вот один где-то где-то в лесу и он привязан к этому то он может что-то сделать. Один который ну жил у нас был он давай пласты лопатой делать пласты земли между пластами камышом и опять и он построил и прозимовал на дальше дело-то не пошло ни скотина ничего нет денег-то нет построить землянку можно самому там кривое дерево у нас есть бесплатно но скотину-то купить-то ты же никак сарай-то делать тоже это непросто а потом в город надо ехать 150 километров своя машина должна быть у него ничего нету ничего нету он так уехал бросил землянку свою знаете я все время говорю иисусовую молитву но когда езжаю в город центр там везде как сказать соблазн да как не просто ходить с закрытыми глазами это как сделать не с закрытыми глазами с открытыми надо ходить а то упадешь но только надо сделать так чтобы сердце этого не принимало чтобы ты томился вот у нас приезжают наши деревенские говорят ой как мы отвыкли от города как люди одеты как они что говорят а у нас деревня ничего нет все свои все прилично одеты воскресенье все до одного идут в храм мы все свои нас немного но это семья большая немного а завтра может быть много начнется какая нибудь газоварушка народ потянется некоторые а мы вот как раз и сгодились вот так если бы допустим вы молодые ребята и вас было бы человек пять все согласились ехать тогда можно говорить вы могли бы построиться если деньги есть а дальше видно было могли где-то жениться там или то есть бог покажет а так нет человек пять да тогда можно было бы думать летом можно там где-то перенощевать нашли бы место где-то там у нас есть такие склады там где-то у меня столы там стоят широкие по метр восемьдесят чтобы для матраса найти можно а так нет никак да и то мы проверили бы чтобы не лгал не пил не курил не матерился не воровал ну и были средства сразу начинать строить дом вместе все могли построить общежитие ну а дальше то чем жить даже построился жить то надо чем один кот держит у нас свиней один держал сто у него свиней было сто голов у другого другой птицами занялся у него там четыреста куриц яйца несут у другого у нас 36 крупного рогатого скота 180 180 гектар земли пшеница ну то есть все работают один овечек много держит овечек а другой там сельским хозяйством занимается что-то продают у кого морковка у кого картошка лодырям не пожить понятно понятно вот так то есть я буду думать молиться ну все молиться и Господь и спасибо да слава Иисусу Христу Господь усмотрит молись очень желательно чтобы у вас был советник священник он перед Богом будет конечно надо и тут смотреть кто почему Иоанн Златовус говорит избирая пастырь не избери волка поэтому надо быть и здесь осторожен а то он будет на тебе бизнес делать а ты ни с чем останешься такое тоже было ну с Богом во славу Божьей да благослови вас Господь и вас да благословит Господь во славу Божьей до свидания слава Божьей все видишь